Вот Игорь Волчек мне на хорошую вещь написал. Сделал поступок и идти по 6-м месяцам в Артемов. Ну туда же уже много мяса направил Вагнер, Игорь Волчек, в Бахмут. Там перемололи всю эту вагнеровскую группировку. Даже появился термин «мясные штурмы». Это когда российские войска берут чмобиков. Это официально уже термин в этой войне. И бросают их на убой, чтобы разведать позиции украинцев. Это называется «мясные штурмы». Вот их стал применять сначала Вагнер, потом стали применять эти ДНРовцы и ЛНРовцы. Именно поэтому им и передали под командование вот эти соединения чмобиков для мясных штурмов. И из-за этого там такие гигантские потери российских солдат. Просто нереальные. Такая тактика. Направляют просто этих необученных, несчастных чмобиков. И в результате, значит, ну они гибнут, но раскрываются позиции, эти боевые точки украинцев. Но боевая точка – это там один пулеметчик, один, два, там три человека. А в этом штурме погибают десятки человек. Мясные штурмы – официальный абсолютно термин этой войны. И, ну, это обуславливает. Вот даже, видите, я сейчас выведу на экран. Она, это официально уже, да, вот, появилась. Потому что, ну, все реально, как бы, охренели от таких гигантских потерь, которые несет российская армия, да. Огромных потерь. Нереальных потерь, которые просто россияне несут там. Особенно, как вот правильно сказал этот бахмуте гигантских. Потому что вот эта тактика чудовищная, человеконенавистническая тактика, которая украинцам-то ничего страшного, да. Они, как бы, ну, это мясо, что с ним делают, да. Ну, не жарят, но понятно, да, что с этим мясом происходит. Вот, посмотрите, да. Видите, официально уже появилось. Мясные штурмы российских мобилизируемых передали в подчинение народных республик. Да, и вот, видите, 11 марта 2023 года, статья о BBC. BBC. Но это не только BBC, это огромное количество военных экспертов обратили на это внимание. То это стало основной тактикой, да, бросать просто малообученных и невооруженных людей для того, чтобы выявить позиции просто. Вот. Из-за этого и такие гигантские потери. Очень много роликов на эту тему, самих мобилизированных. Они догадались, они поняли, что их просто убивают, просто кидают на мясо. Они, как-то, до них это дошло. Ну, не могло не дойти, они же видят своих партиями туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И они стали записывать один за другим ролики, как бы требуя, чтобы их не вставили в штурмовые эти отряды. Вот пишут. Претензии военнослужащих от ролика к ролику повторяются. Воевать приходится оружием Второй мировой войны. У военных нет средств воздушной разведки. Перед атакой им не выдают никаких письменных приказов об этом. Ну, естественно, он же должен погибнуть и все. Какие? Потому что, не дай бог. Так что, после гибели военнослужащих, ни один из офицеров не несет, как бы, за это ответственность, утверждают российские военные на видео. Дальше. Власти решают проблемы одним и тем же способом. Сначала отрицают, что мобилизированных используют как штурмовиков. Затем, я так понимаю, бросают их на передовую, их там убивают. И вот официальное обращение, что мы, мобилизованные из Калининградской, Мурморской и Архангельской областей, обращаемся к верховному главнокомандующему Путину ВВ по вопросу, что перед нами не ставится конкретной стратегии и тактики. Ну, а зачем? Отправляют на штурм! Нет взаимодействия с командированием подразделения, отсутствует огневая поддержка. Нет средств ночного и дневного наблюдения. Отсутствует бронетехника. Нет артиллерийской подготовки. Вот. Это видео появилось во всех телеграм-каналах, пророссийских, 7 марта. Вот. Дальше там другое видео. Мы не штурмовое подразделение. Нас готовили как терроборону. И при первом нашем штурме погибло 6 человек в одном окопе. Мясные штурмы. Да. Просим вас обратить очень жесткое внимание подготовки штурмов 5-й бригады имени Захарченко, где используют мобилизированных, неподготовленных для данных задач. Просим принять меры в срочном порядке. Ой, ну в срочном порядке примут. Примут меры. Отправят их быстро и всех их там поджарят. У нас нет будущих щеков. Это мнение лично каждого человека, который прожил кто 30, кто 40 лет, имеем детей, семьи, высшее образование. За каждое слово подпишемся отдельно. Штурмы на этой... Дальше была встреча с мобилизированными тоже. Все видео есть. Они описывают штурм так. Забегаешь туда, к украинским позициям, под пулеметным огнем. Бам! Тут же ВОК падает. То есть это осколочный гранатомет. Отсиделся. Руки трясутся, потому что очко играет в любом возрасте от такой херни. И тут же тебе говорят, выходи снова на штурм. Ну то есть они разведывают позиции пулеметчиков, гранатометчиков. Вот и все. Мясные штурмы. Нет, я понимаю, что это как бы самый простой способ. Профессионалы бросают вперед мясо. Мясо там погибает. Но ты в принципе да, видишь где конкретно, какая позиция. Но я бы сказал, что... Что... Вот такие, как Волчек и как этот второй, они туда не попрутся. Это понятно. Токарь Петька. Вот. Да. Вик Полик, спасибо огромное. Донат ЗСУ на створение Московии. Слава Украине, живи Беларусь. Ось так. Воры в Московию. Дякуй великий Вик Полик. Так что вот так, друзья. Мясные штурмы. Вот и Светлана удивилась. Так и есть, дорогая. Так и есть. Богдан Дорофеев. Не так давно было. Чмобики пожаловали, что их на убой кидают. Их выслужили, сказали, что разберутся. Потом таки кинули на убой всех в расход. Так и есть. Это сейчас официальная тактика войны. Поэтому отмечен самое большое количество, во-первых, погибших за последние две недели. И более того, идентифицированных погибших. То есть журналисты по именам 1600, 1600 чем-то, вот этих чмобиков, сразу идентифицировали. Потому что это просто такая тактика. И, естественно, остальные чмобики очень боятся. Все друг друга более-менее знают. Родственники боятся. Все понимают. Поэтому идентификация идет быстрее, чем у людей, которые там давно в армии. Это сразу. И оказался рекорд. Просто рекордное количество. Но пока они ограничиваются только этими видосами и письмами ВВ Путину. Естественно, как только видят, кто вякает, их первых в расход выпускают. Тут война, дело такое, да. С зэками уже тяжеленько. Те, кто хотел из зэков, пошли. И все, кто... Большинство этих зэков, конечно, перемололи уже давно. Оценки потери Вагнера 40 тысяч. При том, что они максимум имели 60. То есть там остатки. Им российская армия уже практически не дает боеприпасов. Ну, то есть их там добивают. Пригожину аннулировали пропуск. И он об этом пожаловался. Аннулировали пропуск во все основные... Спецпропуск во все основные ведомства. Видимо, он ходил туда, там, Минобороны и так далее. Ему аннулировали пропуск. Ну, он обещал взять Бахмут этот. Не взял. 8 месяцев. Ну, слушайте, или 9. Сколько уже? 9, наверное, будет. 10 месяцев они толкутся вокруг этого Бахмута. И что, и где. Ничего. Фактически это мышеловка, которая использовалась просто как мясорубка. И даже вот эти мясные штурмы ничего не помогло. 9 месяцев. Вот пишет Богдан Дорофеев. Поразительное холопство и отсутствие инстинкта самосохранения у людей с боевым оружием. Это уже патология. Ну, это все проходилось на Великой Отечественной войне. Заградотряды. Все это российская армия использует по полной.